Лён. Лён обыкновенный выращивается во многих странах от субтропических до северных широт в качестве технической или масличной культуры. Легендарная древность льна создала ему на севере Европы ореол не меньше, чем олива в Средиземноморских странах. В христианской, крестьянской традиции сохранился древний языческий обычай. Каждый новый этап человеческой жизни сопровождался льняной одеждой. В льняную отцовскую сорочку заворачивали новорожденного. Новую сорочку надевали на младенца при крещении. Готовили богатые льняные одежды на свадьбу. Льняные пелена сопровождали погребение. Чистые льняные рубахи надевали воины перед битвой. И всегда древняя магическая сила льна защищала от жары и холода, ран и болезней, призывала здоровье и достаток. Льняное семя содержит большое количество веществ, образующих слизи, а значит семена могут служить прекрасным загустителем соусов, супов и подлив. Если семена льна рассматривать как полезную и вкусную пищевую добавку, то перед добавлением в салаты, да и вообще в блюда, их лучше обжарить до появления орехового аромата. Этим устраняется своеобразный привкус сырых семян. Молотые обжаренные семена льна, добавленные в тесто, придадут ореховый вкус хлебу или булочкам. Льняная мука содержит до 10% жира, до 36% растительного белка, до 30% клетчатки, микроэлементов и слизи. Льняная мука имеет нейтральный вкус и служит полезной добавкой, улучшающей структуру дрожжевого теста из пшеничной муки или мучных смесей с цельнозерновой мукой. Целесообразно добавить льняную муку и в панировку для жарки. Считается, что льняная мука до определенной степени может заменить яйца в тесте. Целые семена льна хранятся до 3 лет, льняная мука – до 10 месяцев. Семена содержат до 40% растительного масла, которое получают холодным прессованием семян. Различия в качестве пищевого льняного масла различных производителей зависят от качества семян и методов очистки пищевого масла. Льняное масло – основной источник незаменимых органических кислот, имеющих сильные антиоксидантные свойства.